Так, приехали мы в Jagger Counts и выглядит он примерно так как за моей спиной, то есть первое ощущение это куча заброшенных домов, в которых не живут люди и очень много машин, проблема с парковкой, первое ощущение не всегда ошибочные, пока выглядит так как будто бы мы приехали в заброшенный город, которого не существует так, из приятных новостей то, что здесь можно покататься начиная от 5 евро, это будет 30 минут на ватрушке, на ватрушке есть четыре горки, две экстремальные, они будут даже для взрослых экстремальные, а две довольно-таки спокойные для детей, там где ребенок даже на половину трассы становится и выглядит довольно прикольно то есть четыре горки съезда на ватрушке и дальше я здесь начитал 1, 2, 3, 4, 5 трасс, начиная от самых маленьких, те кому год 2, 3, это буквально трасса протяженностью там 30 метров и кончаю такими крутыми довольно спусками из тех горок, где я был, а это Сигул, где-то Рексту Каунс, мне пока на сегодняшний день вот эта самая такая позитивная горка с целью покататься и с целью неплохих видов может быть Рексту Каунс фото эстетика будет покруче выглядеть, чем здесь, ну например в Сигул, где может быть инфраструктура более развита, но здесь вот такая серединочка между теми этими горками, что здесь не совсем плохая инфраструктура и обилие горок безопасных для детей, здесь ну большое количество то есть самому маленькому нашему ребенку, ну полтора года и он здесь нашел себе горку что прикольно, что здесь нормальная техника есть, чтобы подержать трассу в нормальном состоянии, это прикольно здесь вот такая отдельная будка, где можно взять инструктора за 20 евро в час и где тебя поучат ездить вот трасса для тех, кто первый раз встал на лыжи, вот здесь учатся с новым то есть видите, на каждого ребенка есть инструктор за 20 евро, вот пример, малыш так то есть есть инструктор, которого может взять любой родитель, чтобы его ребенка научили ездить, это происходит на этой трассе, здесь вас поставят на ноги потом есть несложные трассы, ну и потом по мере крутизы, из приколов то, что это очень доступно то есть здесь вполне полноценная такая инфраструктура для того, чтобы научиться профессионально ездить на лыжах будет, вам обойдется оборудование, то есть шлем, очки, лыжи, примерно 10-20 евро на сутки если я ничего не путаю, инструктор час стоит 20 евро и горки, чтобы кататься, по-моему, от 10 евро в день ну вот мы взяли, например, ватрушки по 7 евро, 14 евро на семью вполне хорошо покатались, сейчас идем в ресторанчик покушаем, оценив местное меню и, соответственно, потом встанем на лыжи ну, точнее, поскольку у нас 3 ребенка, нам-то сами не до лыж, а вот детей попробуем получить опять же, все зависит от температуры если не замерзнем, то покатаемся на лыжах так, прикольный ресторанчик, выглядит довольно симпатично, так он дуражненько и у нас перекус легкий на пятерых подошелся вот здесь 12 евро всего лишь ну, среднее блюдо, как и везде, 5 евро, она примерно так и будет здесь выглядит он вот так вот камера еще только потеет, потому что мы с морозом ну, в целом, если здесь каждый день так, то довольно прикольно то есть, картиночка такая, если подняться на ту большую горку, то, я думаю, там вид будет не хуже, чем где мы в Швейцарии, скажем так и погодой, наверное, сегодня скорее повезло, чем нет самая идеальная погода для нас, наверное, плюс, ой, минус 7, минус 5 когда вот такие заснеженные шапки деревьев ну, и трасса ухоженная, на самом деле, здесь у них и техника, и желание есть единственное, что здесь плохо, подъездные пути то есть, они не следят за парковкой машины, за безопасностью на парковке а там самые опасные места, потому что мамочки с детьми и большие машины, которых заносят, они могут сталкиваться и наносить какой-то ущерб а в целом, здесь все очень круто и кафе, ну, кафе, ресторанчик довольно прикольный со средней ценовой политикой, примерно, там, 5-6 евро на одно блюдо на человека в общем, хорошее место, рекомендую за новое место, рекомендую и это обычное качество, рекомендую задает добавление obra и сделано пол dt stimulants его в тел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот симфония леса, в которой вы один, и вот никого нет. Я показывал видео, где ты заходишь в Рундельский замок. Это замок, в котором были цари, короли России. И вы там тоже вот в это время будете один. Гигантские гектары роскоши, и вы один. Это Латвия. Это Латвия зимой. И в этом есть свой кайф. Это и недорого, и это эмоционально круто. И если действительно вы там в своем мегаполисе где-то сидите, и вы просто уже, не знаю, в депрессии, в какой-то тоске по хорошим местам, Латвия – это самый экономически обоснованный момент, чтобы прилететь сюда и покайфовать. Пошли, буду показывать дальше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, вы понимаете, какая это вода? Это не та вода отравленная, которая в ваших речках. Ну, например, взять Москву-реку. Вот этот 10-миллионный город перерабатывает такое количество воды, что ее потом очищают и выпускают в Москва-реку, и вы туда ездите отдыхать, плаваете этим, питаетесь. Это ужасно. У нас здесь в Латвии можно кружку зачерпнуть с реки и пить. Это будет чистая вода. Она не такая чистая, как в Швеции, которая тает с ледников, и здесь много доломитовых отложений туда. Но эта вода не опасная. Ее можно пить даже из лужи. Не прикалываюсь, это правда. Вот. Ну, я не знаю. Вот это вот можжевельник. Вы видите толщину ствола можжевельника? Знаете, сколько она росла? Могу ошибаться, она где-то лет сто примерно. И самый чистый можжевеловый воздух, это когда ты дышишь можжевельником, и он убивает все микробы. Это фитолечение. Ты просто гуляешь лениво по лесу, ничего не делая, и твой организм восстанавливается. Ну, это в том случае, если вы живете где-нибудь там в Москве, в Питере, в каких-то больших городах. Мы-то как бы этим воздухом уже избалованы, и он для нас, наверное, не действует так пагубно. Но когда я был в Москве, я не мог пить эту воду, я не мог дышать тем воздухом. Это одна из причин, почему я уехал из Москвы, и одна из причин, почему все те, у кого есть деньги, покупают недвижку в Латвии и сваливают оттуда. Уплету на самолете, по-моему, один час, в пробках больше отстоите. Но кайф, который вы здесь получаете, жизненный кайф. Ну, а теперь, ребята, немцы, австрийцы, я тоже частый гость ваших стран, и я понимаю вашу педантичность ко всему. И когда у вас едешь по лесу, это страшные леса, они выпилиты, вылизаны до такого состояния, что в ваших лесах не бегает лягушка, не ползает муравей, не лазит червячок. Почему? Наш лес, если вот ветром это там несколько десятилетий назад сорвало, оно так и будет лежать. Это природа, не надо вмешаться, и не надо засирать ее, как делается это в России, и не надо вылизать ее, как делается это в Германии, это две крайности. А мы, Латвия, мы всегда посередине между Россией и цивилизованной Европой, да? И у нас вот эта вот грань, которая золотая серединка, у нас здесь природа, она на первом месте. Вот когда гуляем здесь, вы сопреете, найдите здесь пробочку от Кока-Колы, обертку от чего-либо, вы не найдете этого. Ну, понимаете почему? Кайфуем. Знаете, что это? Это кто-то ставит сюда свечку и приходит со своей половинкой для того, чтобы сказать ей какие-то теплые слова. Так, мы по традиции сделали небольшую рекламу этому кафе. Я уже в предыдущих роликах говорил, дело в том, что вот эта мельница и уход, собственно говоря, за ней осуществляется на деньги семьи, которой она принадлежит данной территории земли. И это кафе, это основной из них источник дохода. Так что можем считать так своеобразный налог природный, если вы оставите здесь какое-то количество средств, купив какой-либо вкусняшек. К нам сегодняшний обедик обошелся стандартно. Мы заплатили 15 евро. Тот, как правило, больше не стоит на 5 человек. И это было полноценное второе, и там суп соляночка. А цену я только что сейчас вам приложу, ниже, чтобы вы посмотрели. Но средняя цена любого блюда на 5 евро. Средний как по латве есть, так и есть. Друзья мои, ну что же, на этом наше короткое путешествие выходного дня в Jager Counts окончено. Очень надеюсь, убедил вас приехать в мою замечательную страну, которая называется Латвия. Самая позитивная страна. Страна, в котором население имеет индекс высококультурного населения. Экологически чистое. Мы занимаем второе место в Европе по экологичности. С точки зрения бюджета мы находимся на третьем месте в Европе по индексу бедности. Это золотое соотношение недорогой страны и высокоэкологичной страны. Культурной страны. Именно в Латвии можно собрать все государство, чтобы оно встало в одном месте и пело всю ночь. Нет такого государства больше в мире. Именно у нас можно сочетать слияние двух культур, таких как местная латышская и русская. Находясь в Латвии, вы можете подумать, что вы находитесь в глубинке России. Все говорят на русском языке без акцента. И это такая же провинция России, такая же губерния России, по сути. Но менталитет тех людей, которые здесь крайне отличаются, по сути это те же самые европейцы. Кухня европейская, она настолько здесь сильная, настолько вкусная, что с нами, пожалуй, могут, наверное, только поспарринговаться узбеки и поляки. То есть вкусная кухня за территорией границ Латвии, она заканчивается, это правда. И количество кафе, в которых кормят невкусно в Латвии, я думаю, вы их не найдете. Если найдете, обязательно дайте ссылку, я хочу видеть это. Количество экологичных мест. Вся Латвия это одна большая экологическая карта. Ну что ж, я надеюсь, что я очень убедил вас приехать в мою замечательную страну. Подобьем бюджет. В путешествии выходного дня нам обошлось катание на горнолыжных трассах в 14 евро. Первое кафе нам обошлось в 12 евро. Второе кафе в 15 евро. На топливо мы потратили порядка 10 евро. Как обычно, я думаю, не буду подсчитывать, но путешествие выходного дня на семью из пяти человек, два взрослых, три ребенка обходится в стандартные 50-60 евро. На сегодня это все. До новых путешествий. И если я вас не убедил, что Латвия самая позитивная страна еврозоны, смотрите мои ролики, которые приложены ниже. Или ждите следующих выпусков. Пока.